Михаил Тарковский, Сибирь, Красноярский край. В моем классе учеников 12 человек. Конечно, это меньше, чем в городе, и с таким количеством работать вроде бы и легче. Но времени тратишь ровно столько же. И придя домой, надо управиться с дровами. А многим учителям еще с коровой или козами. Да еще обработать рыбу, засолить капусту и картошку убрать, пока солнце. И это только осень. А что будет, когда снегом завалят и морозы прижмут? Еще наблюдение. В городе и перед учителями, и перед учениками ты выступаешь в одном единственном экземпляре. 30-летний учитель русского языка и литературы Сергей Иванович Скурищин. Все. Вышел за дверь школы и растворился в городе. И что ты для кого-то просто Сережа, сын ли, товарищ, никто в школе не знает. Для домашней же Сережи никак не пересекается с Сергеем Ивановичем. А здесь? Здесь они настолько перемешаны, переложены друг к другу, что я и сам теряюсь. Выйду из школы и тут же те, кто звались Сергеем Ивановичем, кричат «Серег, накинь трос!» Хотя женщины и в поселке официальничают. Сергей Иванович. Могут одновременно с двух сторон окликнуть и так и так на разрыв. Я никогда не задумывался, кто я из них на самом деле. И не привыкну, что в одном человечьем пространстве есть учитель Сергей Иванович, молодой учитель, и есть Сережа, новый житель поселка, который два часа маслал мотор под угором, потому что перепутал свечные колпачки, потому что их забрызгало волной, потому что сдуло ветром кое-как надетый капот, потому что раздолбай, а к ветру привыкаешь. Когда на улице работаешь, раскаляешься под его напором, как в горне, а потом приходишь в тепло, и тебя краснорожего развозит, морит, едва сядешь за стол и уткнешься в тетрадь или книгу. Никогда не думал, что настолько бессилен перед осоловелостью. В городе по-другому. Заряжаешься общим нервозом, нервозным тоном, и на нездоровом бодряке живешь до поры. Угар этот только потом вылезает. То, что меньше учеников, облегчение не дает. Просто каждый подвигается ближе, становится огромней, и разросшийся встает со своими заботами, друзьями, приятелями, дровами, печками, ершинами, баночками и петлями на зайцев. С горящим от ветра лицом и глазами слепающимся при виде букв. И понимаешь, насколько всесильна эта жизнь. Мокрая, снежная, ветренная. Когда охватывает, облегает, пронзает, едва вышел из теплого класса на школьное крыльцо. И когда дождь и тьма дышат. Хотя, конечно, есть вещи, которые не меркнут. Это русская литература, которую, сократив в часах, вывели вон из главных предметов, и по ней нет выпускного экзамена обязательного. Предмет, конечно, оставили на птичьих правах. Так, из одолжения. В порядке ознакомления с направлениями культуры. Но, несмотря на полномерный убой образования в школе, как и везде, все зависит от личности. Злая воля, возведенная в систему, не настолько непобедима, как казалось Иннокентию Александровичу. Она равнодушна, механична и безлична. И это ее слабое место. От учителя требуются только показатели. Его никто не проверяет и не запрещает преподавать традиционные для нашего народа ценности. Но таких охотников единицы. И система спокойна. Ее сила в том, что большая часть учителей дети школьного стандарта и телевизора. Они, конечно, скажут, образование нужно. Но не для того, чтобы сделать нашу землю лучше, а чтобы стать успешными. Работа учителя – источник вечной опасности. Я все время жду новых ударов и живу по-двойному. Хочу, чтобы все уладилось и одновременно пытаю режим на вшивость в надежде, что он проговорится, обнаружит себя во всей красе намерений. А он прячется за простых людей. И даже в его уступках я вижу обман и опасность. Я никогда не предам его перед иноземцами. Но в душе не верю в него, как в их же детище. Меня в этой передряге больше всего интересует, что значит быть русским. Причем не столько даже по паспорту, сколько глубинно, духовно. И как эта глубь преломляется в повседневной жизни, в работе. Когда я работал в Октябрьской гимназии нашего города, глубь это преломлялось трудно и вскоре потребовало новой шире и знания. И я, обессиленный, попросил отца переговорить со старинным его товарищем из министерства и переправить меня на север. И вот я тут и думаю, что значит быть русским и насколько я достоин этого звания. И так крепко думается под шум северо-западного ветра средь великой географии таежных рек и гор, что в голове моей нарисовалась некая даже карта, как есть, к примеру, карта населения, где густым черно-коричневым цветом обозначены места скопления людей, а бледно-желтыми узкие ленточки заселенности вдоль великих сибирских рек и транссиба к востоку от Читы. Крестьянство и староверчество таких удаленных мест, как Енисей и Ангара, всегда хранило в себе наибольшую нетронутость обычаев, языка, ремесел, всего того дорогого, что и составляет наше национальное достояние. В то время, как в городах вроде Москвы этого и в заводе нет, а те, кто дорожат там русским миром, даже намека на погоду не делают. Потому карта русского духа России выглядит нынче как обратный портрет карты населения. В наименее населенных местах мы наблюдаем его наибольшую густоту. Мое решение работать именно в таком месте, кроме желания набраться силы и разгладить душу простором, было вызвано желанием отпоиться этим взваром незыблемости, вековечно питавшим нашу литературу. Обратимся к карте, следуя которой Красноярск выглядит как некая промежуточная точка средней румяности. Меня интересует, кто же я такой по отношению и к столице, и к этому зажатому между водой и рекой поселку. Предлагаю наложить на карту еще одну ипоставь. Скажем так, участие населения в уничтожении системы национального воспитания. Заранее договоримся, что нас интересует население русское и местное, так как заезжие этносы тема отдельная и особая, да и спрос с них иной. Так вот, есть столичное чиновничество, подрезающее наши жизненные важные жилы путем бюрократизации образования, подмены дела разговорами об инновациях, перевода внимания учительства на побочные вещи, обозначим его кружком белого цвета. Есть школьные учители с центра страны, оказывающие посильное сопротивление, обозначим его кружком черного цвета. И есть учительница из далекой деревеньки. Вопрос, каким цветом мы ее припечатаем? Но для начала надо с собой разобраться. По отношению к столичному духу я крайне русский, что подразумевает, кроме взглядов, еще какой-то покрой, склад, который ни с чем не спутаешь, и по которому всегда узнаешь русскую провинцию. Но вот носитель покроя попадает в северный поселок и по отношению к местным выступает двояко и противоположно. С одной стороны, я для них, как для меня, москвич. Во мне меньше бытовой народности и у меня слабее мозольная связь с землей. При этом я более русский, идейный и политический и нелепо выступаю, как миссионер в своем же полку. Дожили! Несущее мировоззрение, требующее осознанной русскости по всем осям и четко определяющее ее от обычной простонародности. Возьмем мое окружение. Валентина Игнатьевна Степанова, директор школы, учитель английского языка, очень солидная, из потомственной местной крестьянской семьи, в отличие от многих верна укладу, живет в родной деревне, все, что связано с крестьянским, покосным, огородным, все ее. Поселок для нее – центр вселенной. Она говорит повешать, маленько дожить, сможет завернуть ученикам, что у нее уже мозоля на языке повторять, им одно и то же. Дует корову, поет застольные песни и до мозга костей народная. Но при этом она постоянно смотрит телевизор, не читает Достоевского, не верит в Бога и честно повторяет спущенные сверху русофобские разнарядки, не повергая их какой-либо критике и относясь к ним, как к производственной инструкции. При словах православное воспитание каменеет, сумрачнеет, отвечает по уставу, что вероисповедание – это лично, что каждый сам пусть себе выбирает религию. Она музыкальная, у нее голос, она поет караоке, но если в деревню приедет гармонист, то закинет это караоке в подугор и выберет родное. Да еще и споет уморительно частушку, пляшет дедушка Трофим, один бредень, бродень, другой пим. Распространенный тип мировоззрения – сочетание народности, атеизма и напыления западной идеологии. Насколько глубоко это напыление меня и беспокоит, так как школа – дело нешуточное и от нее зависит будущее. Что еще? Работу Валентина Игнатьевна выполняет хорошо и, что главное, в сердцевине души физиологически отторгает антинародный курс и по-настоящему любит Россию. Единственное, что ей можно предъявить – послушное проведение идеологических установок министерской верхушки. Вот и вопрос. Кто из нас более русский? Ответ – вопрос глупый. Почему? Потому что все то, о чем писали наши мыслители и Уваров, и ранний Толстой, и Достоевский – это идея. А идея сама по себе не рождается. Она приходит из прочитанного и услышанного. И в том, что Валентина Игнатьевна не читала графа Уварова, виноват кто угодно, но не она сама. Про географию русского духа я могу рассуждать бесконечно. Это отрывок из книги «Полет совы». Автор – Михаил Александрович Тарковский. Анотация книги. По словам писателя романа Сенчина, Тарковский продолжил художественную летопись Сибири, ставшей для него москвича по рождению настоящей родины. Он пишет о том, как и чем живет этот огромный край к востоку от Урала. И эта жизнь, вроде бы далекая от обитателя большого города, понятна ему и близка. Правда жизни и правда литературы в повестях Тарковского приближаются друг к другу и искра какой-то единой, единственной правды, будто окно прожжет. И что-то смертельно личное станет вдруг образом. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ и плейлист литература на моем канале, где 374 видео, озвученные мной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok